И снова всем welcome! Это снова я, DNGP. И на этот раз я нахожусь около стадиона International Yokogama Stadium. Здесь проходили Олимпийские игры. И сегодня у нас речь пойдет про Олимпийские игры в Японии. И в том числе немного расскажу про вакцинацию в Японии. На данном стадионе проходил футбол. Если вы смотрели Олимпийские игры в Японии, вы могли видеть игры на этом стадионе. Немного покажу здесь окрестности. Сегодня наконец-то хорошая погода и можно нормально снять видео. До этого две недели шли дожди и не получалось снять видео. Олимпийские игры в Японии проходили очень тихо. И государство всячески старалось это скрыть. Они убрали всю символику со станции. То есть станции были обычными. То есть не как в Олимпийские игры. Никакого праздника не было в городах. Никакой атмосферы праздника не чувствовалось. И в данном случае, что я могу сказать, конечно, я понимаю, власти сделали это специально, чтобы люди поменьше выходили на улицу, поменьше были где-то у стадионов. Они не отмечали, не праздновали. Ну потому что, сами знаете, что происходит в стране. И это как бы не очень хорошо, если люди будут больше болеть. Поэтому государство решило, что лучше они не будут никак объявлять, никак это все показывать. То есть, вот как вы видите, данный стадион практически остался без изменений с тех дней, когда проходили Олимпийские игры. Но что здесь было, так это был кордон. Этот стадион полностью огораживали забором. Полицейские, вот видите, до сих пор конусы стоят. Здесь стояли патрули полицейских и никого не пускали. То есть стадионы все были закрыты для посещения. Даже в то время и в те дни, когда Олимпийские игры не проходили. То есть там подготовка была какие-то дни. Ну, пускали только людей, ну, спортсменов и их команды. Поэтому я не мог никак пройти никуда, ни на один стадион. Даже те, кто были как-то связаны с Олимпийскими играми, например, вот занимались переводом. Или там привозили, отвозили людей, там водители, их не могли пройти на стадион. Да, и поэтому я не мог никак пройти туда на стадион и записать какое-то видео. Сами знаете, даже люди, у которых были VIP-билеты, которые купили их за очень дорого, не смогли туда попасть. Все билеты были отменены и деньги возвращены, насколько я знаю. Теперь расскажу про те ограничения, которые власти Японии ввели во время прохождения Олимпийских игр для всех жителей Японии. В частности, в тех городах, в крупных городах, где проходили Олимпийские игры, были закрыты, ну, на время проведения Олимпийских игр были закрыты платные трассы. Именно въезды. Выезды были открыты, то есть ты можешь приехать по платной трассе, заехать, например, в Токио куда-нибудь в центр и выехать. То есть с платной трассы на улицу. Но если тебе надо из Токио куда-то выехать и поехать по платной трассе, ты этого сделать не сможешь, потому что въезды просто были закрыты полицейскими. Ближайшие въезды были где-нибудь в Кавасаке, в Чибе, в Сайтами, но только не в Токио, не в этих городах, где проводились Олимпийские игры. Кстати, данный стадион находится, хоть и написано, что это Якогама, но фактически он очень близко находится к Токио. То есть вот на примере, видно, вон там идет платная трасса, да, и въезд вот здесь, по-моему, насколько я помню, тоже был закрыт. Там въезд на нее вот идет, вот, способ поворота. И въезд там был закрыт во время Олимпийских игр. Поэтому это было очень неудобно для тех, кто работает в Токио. Вот наша компания как раз находится в центре Токио, офис, и мы частенько выезжаем на тестовые полигоны для тестирования дронов, для тестирования разных систем. И нам нужно возить оборудование с собой, конечно же. А чтобы привезти оборудование с собой, нужна, естественно, машина, которую мы же арендуем и на ней едем. И это было очень неудобно, то, что, чтобы уехать куда-то за город, нам нужно было сначала выехать из Токио, заехать на платную трассу и после этого уже ехать куда-то за город. А чтобы выехать из Токио в рабочий день по пробкам, это требуется очень много времени. Ну, представьте, все водители, которые были раньше на платной трассе, вниз спустились на бесплатной дороге и образовались еще больше пробки, чем были раньше. Что еще было сделано властями? В данном случае на время проведения Олимпийских игр они сократили количество поездов и даже убрали некоторые экспрессы с этих, с линии. И закрыли некоторые станции. Насколько я помню, там около трех-четырех, что ли, станций было закрыто всего. О, какая машина едет. Я думаю, многие знают. В общем, Олимпийские игры совершенно не очищались в городе. Даже если ты живешь недалеко от стадиона, никакой символикой нигде не была установлена. Никакая символика нигде не была установлена. Только у стадионов висели флаги олимпийские и символика стран. То есть это флаги стран, которые участвовали в Олимпийских играх. Но на данный момент мы видим, что уже все сняли. Хотя сейчас, насколько я помню, идут еще пара Олимпийских игр. Но у них там ограниченное количество стадионов. И те стадионы, которые не включены в этот список, уже как бы свободны для посещения. И никаких ограничений там нет. Теперь, что касается вакцинации. Но вообще в целом про вакцинацию немного расскажу. То есть она началась такая массовая примерно за месяц до начала Олимпийских игр. Это где-то в июне, в начале. Или в середине, точно не помню. Но она началась в основном для тех, кому свыше 60 лет. То есть все остальные граждане не смогли начать вакцинацию в это время. И она была в несколько этапов. То есть сначала они вакцинировали всех, кому 60 и больше лет. Потом вакцинировали от 40 до 60. А после от, по-моему, 18 до 40 лет. Как по мне, так вакцинация была организована не очень хорошо. И хорошо, что были некоторые компании, стартапы, которые организовали свою вакцинацию. То есть в данном случае были некоторые стартап-компании, например, как Коралл, в которых были проекты, скажем так, вакцинации для IT-компаний. То есть любая IT-компания могла подать в список своих сотрудников, кто хочет вакцинироваться в данную организацию. И они уже оформляли эти заявки, купоны на вакцинацию для этих людей. Можно было также туда добавить в этот список свою семью. Но единственное, что было неудобно, там вся семья должна была идти на вакцинацию в один день. И если вот у вас есть дети, и оба родителя будут вакцинированы, то это не очень хорошо. Хорошо ухаживать за детьми будет этим родителям, если они оба болеют. Но как бы после вакцинации вы знаете, что есть какой-то период, когда организм привыкает к вакцине. Вакцинация, конечно, дело хорошее. И вот эти стартап-компании, они начали с вакцинации вакцины Модера. Или Модерна, как-то так называлась она. И данная вакцина была очень популярна среди работников. Она, кстати, до сих пор делается вот на станции Оте-Мачи. Любой желающий может на данный момент прийти и, если у него есть купон, сделать вакцину. Но стартапы уже закончились. И раньше они были, сейчас уже нет. Тут для компаний иногда только появляются какие-то небольшие кейсы, где доступно, например, там тысячи вакцин, там две тысячи вакцин. И компанию, которые небольшие, могут вступить и поучаствовать, завакцинировать своих людей. Ну, сотрудников. А что касается обычных граждан. Вот, например, в нашем городе, в Кавасаке, она всем давно раздали эти купоны на вакцинацию. Но объявление, когда будет регистрация на вакцинацию, и сама вообще вакцинация никак не начиналась. И она только началась примерно в начале августа. То есть в начале августа была первая регистрация на вакцины. Причем это все было сделано так неудобно. Во-первых, там было два варианта только регистрации. То есть вот у вас есть купон, есть номер. И вы должны этот номер и свой день рождения ввести в систему. После этого вам пришлют письмо с паролем, там, с новым паролем. Вы вводите этот пароль, и начинается регистрация. Или же вы можете позвонить по телефону в центр вакцинации и зарегистрироваться. Но какие здесь были неудобства? Сейчас я подробно расскажу. В данном случае первое неудобство, это то, что телефонная линия сразу же легла. То есть там вообще не было возможности дозвониться до них. У них там сначала что-то кто-то там отвечал, но потом все, гудки пошли и сказали, что линия перегружена, перезвоните позже. А позже уже там все, нет мест, как бы, ну, имеется в виду для вакцинации. Второе неудобство, которое я столкнулся, это на сайте. Первый же день, когда регистрация открылась, сайт лег. Просто сразу же лег. И нельзя было, ну, как бы, потом он восстановился, конечно, со временем, но куча ошибок. Нельзя было выбрать нормально госпиталь, нельзя было выбрать нормально время. Постоянно какие-то лаги, какие-то баги. В общем, невозможно было использовать его нормально. При этом я вам скажу, что счет там шел на минуты, потому что открылась вакцинация, запись на вакцинацию в 8.30, а закончилась, как когда уже не было свободных мест на вакцинации, уже где-то в 9.15. То есть 45 минут, вот кто успел, тот зарегистрировался, кто не успел, до свидания, как бы, в следующий раз. Вот и представьте, вот вы заходите на сайт, там список из 50, например, госпиталей, которые оказывают услуги вакцинации, при этом у них, у каждого есть свое время. То есть там запись уже была, например, закрыта на август и на сентябрь месяц, и только с октября месяца можно было записаться. При этом список никак не обновлялся, то есть список как был, если даже в госпитале закончились, например, свободные места, вы все равно там его видите в списке, и вы не знаете, есть ли там свободные места или нет. Это никак не отображалось. Вы должны именно зайти, выбрать его, потом зайти, выбрать время, точнее месяц, день, и после этого вам будет показано, есть ли там свободное время на запись или нет. И вот это, чтобы сделать для одного госпиталя, это минимум надо, ну, минуты 2-3 потратить на то, чтобы вот посмотреть эту информацию. При этом вы тоже не знаете, где он находится, потому что в госпитале не было карты, а только адреса. И люди, которые, вот, например, плохо ориентируются по адресам, им надо было этот адрес сбить в Google, там потом это все дело посмотреть, близко это к дому, не близко, как добраться и вообще. Вот. Если смысл регистрироваться в этом госпитале, и получается, что если вы, например, ну, тратите на один вот этот вот госпиталь примерно 2-3 минуты, а в нем нет свободных мест, ну, все, приходится идти на другой госпиталь, такая же система, на другой, на другой. И вот это очень неудобно, вот так вот прыгать по госпиталям, там искать, выбирать. При этом на следующую неделю, когда они поправили некоторые баги, некоторые ошибки убрали, они не исправили вот эту вот систему, где, ну, те госпитали, в которых нет свободных мест, чтобы они не отображались в списке, но они все равно отображались, и поэтому делать было нечего, приходилось опять щелкать по этим госпиталям и проверять это все дело. Мне как бы удалось зарегистрироваться в первый день, но вот жену я не смог зарегистрировать, потому что не было свободных мест. На следующей неделе ее зарегистрировали тоже, и все как бы нормально, но единственное, что придется ждать где-то до середины октября, потому что, ну, другого, более раннего периода, когда можно было сделать вакцинацию, не было. Вот такая вот система, не очень удобная. При этом, как бы, вы должны понимать, что все это, как бы, на японском, естественно, вы должны все это читать, там все эти соглашения, все это должно быть, ну, по идее, должна быть и английская версия, но английской версии там, естественно, не было, и, как бы, ты должен знать японский, чтобы это все дело зарегистрироваться и там все пройти. Да, как вы можете видеть, я сегодня в футболке с олимпийской символикой. Это футболка от фирмы Axis. Ну, вот эта вот фирма. Это тоже официальный бренд проведения олимпийских игр в Токио, и, да, она не была представлена в мерчах от олимпийского комитета, именно вот токийского, но она была, как бы, дополнительно потом продавалась в некоторых магазинах. На данный момент, по-моему, тоже еще продается, хотя точно не знаю, может, уже закончилась. Там сзади, кстати, написано, по-моему, Japan. И что касается самих вакцин, всего в Японии было две вакцины, официально, которые были доступны для регистрации через сайт или через телефон. Это Pfizer и вот это Moderna. Но большинство из них это Pfizer. Moderna, она, как бы, уже заканчивается, и она была только вот для работников, там, для работников компаний, для госслужащих. Кстати, в Японии, наконец-то, начали вот из-за массовых... В Японии из-за массовой вакцинации сразу же, ну, как бы, они начали большими темпами ускоряться. Примерно по 1% в день они вакцинировали. 1% всего населения Японии в день. То есть это очень много. Но при этом я могу сказать, что они стали проверять намного больше людей. И по сравнению с тем периодом, когда до Олимпийских игр они проверяли, или у них было всего там по 2 тысячи человек в день, где-то так, заболевших, да, то когда они начали массовую вакцинацию и массовые проверки, вот, анализы у населения, количество заболевших в день увеличилось в 10 раз. Но я думаю, что и раньше так же было. Просто они не всех проверяли или просто отсылали их домой, чтобы они статистику не портили. Ну, как бы, это логично. Иначе бы хрен бы кто туда согласился ехать в Японию на проведение Олимпийских игр, когда там куча больных, каждый день там по 20 с лишним тысяч больных выявляют. И тут, как бы, ну, это понятно, что логичный ход со стороны государства, но это нелогичный ход со стороны, ну, по отношению к жителям, потому что если жители болеют, да, его просто говорят, да иди дома, сиди и все, и как бы не просто не приходи на работу там. Ну, благо люди сознательные, они маски носят там эти, как-то даже для детей есть маски, стараются там держать социальную дистанцию, но не все такие, не все такие сознательные, не все такие культурные, скажем так. Были даже несколько скандалов там, когда люди специально не надевали маски, что в самолете, что где-то в кафе, и люди приходилось вызывать полицию, чтобы усмирить этих товарищей. Кстати, ну, как бы это добровольно-принудительное ношение масок на самом деле в Японии, если вы находитесь в общественном месте. Это, к примеру, магазин там, неважно, какой-то спортивный комплекс или этот самый кафе. Ну, какая тачка несется. Да, тут модные машины катаются. Это Шин-Юкогамо там. Вон в той стороне находится Шин-Юкогамо, и там достаточно такой хороший райончик. То есть люди там живут не бедно. Да в целом вообще вот это Юкогамо, Кавасаки, здесь народ такой тоже. Недалеко от Токио живут, и многие хорошие машины, потому что места больше, чем в Токио. Ну, вот и все, что я сегодня хотел вам рассказать. Если вам понравилось, не забывайте подписываться, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео о Японии. А также пишите комменты, чтобы вам еще хотелось увидеть о Японии. Вообще в целом, по поводу новых тем для видео будет интересно почитать. Возможно, что-то и сниму на эту тему. Ну все, до новых встреч, увидимся!